Добрый день, уважаемые друзья, пчеловоды, подписчики и все зрители, которые будут смотреть это видео. Мы все знаем, что с ранней весны у пчеловода начинаются заботы по печенью о пчелах. Он думает, как устроить лучшее развитие своих подопечных, чтобы и соты были, и мед был, и все развитие, чтобы шло правильно. Естественно, строительство сотов в пчеловодстве это на первом месте. Если нет сотов, семьи не будут развиваться, заражаются, старых надо выбраковывать, новых нет. И поэтому это идет на первом месте у всех пчеловодов. И они это знают из весны, стараются заготовить побольше вощинок, закупить вощины, рамок с вощинками. Старые выбраковывают, новые уже готовые стоят у них в прозапасе. Как только начинается развитие, пчеловоды подставляют. Вот задается вопрос, когда же можно подставлять на оттяжку вощинки, чтобы было строительство сот. Я вам прочитаю, вот попалась тут обмен опытом, небольшая статейка. Раннее весеннее строительство сотов. В 1962 году в Краснодарском крае была ранняя весна. В середине марта температура воздуха доходила до плюс 22 градуса. В лесу цвели первые медоносы, пчелы активно посещали их. Пчеловод Плотникова решила по рамке поставить в уле шести сильных семей по рамке с вощиной. Опыт удался. Через четыре дня все рамки оказались застроены белоснежными сотами. Тогда Галина Петровна поставила по рамке с вощиной еще в 12 улев. И они были отстроены так же быстро. К 25 марту наступило похолодание. Лед пчел почти прекратился. Продолжить работу по заготовке Плотникова смогла лишь в первой декаде апреля, когда погода снова улучшилась. Такой ранней постановкой улей рамок с вощиной одновременно занимался и другой пчеловод того же совхоза Шумилов. Результаты оказались также хорошими. Всего на 184 семьи пчел было отстроено до 1 июня 1840 гнездовых сотов или в среднем по 10 рамок на семью. Хочу добавить интересную информацию. Это очень хорошая информация, но к этому еще нужно добавить. Сейчас мы имеем почти во всех семьях есть информация о прогнозе погоды. То есть на интернете вы можете посмотреть на неделю приблизительно информацию, какая планируется погода. Поэтому легче всем пчеловодам сориентироваться, можно ли ставить соты или ващину, или нельзя ли ставить. Если вы смотрите погода теплая, солнце постоянно будет, пчелы смогут летать, то пожалуйста ставьте. Если вы видите на неделю погода холодная, вот взятка не будет. И если даже вы не прикармливаете никаким сиропчиком, то ставить бесполезно. Строят соты, когда есть какой-то небольшой взяток, теплая погода и поступает этот самый нектарчик. Вот, или вы прикармливаете сиропчиком. Ну опять же, обратите внимание, сильно рано нельзя устанавливать соты. Почему? Они их не потянут. Это было в середине марта. Это было в Краснодарском крае. Температура там более утепленная. Это ближе к югу. Обратите внимание. Это о чем говорит, что часть пчел уже заменилась. После зимы обычно 30 дней заменяются пчелы. И много было молодой пчелы. Поэтому они могли оттянуть. Но если вы сразу после выставки поставите туда вощину, им не до вощины. Им сейчас нужно замениться в течение 30 дней, месяца приблизительно. 30-40 дней. Поэтому вот это мы должны знать пчеловодные законы. Если вы видите, что семья почти заменилась, то смело можете подставлять по одной рамочке. Пасеки пчеловодов плотниковой в числе передовых. То обеспечение на них 22 рамки на семью. И медосборы в среднем с каждой пчели на семью всегда на 4-5 килограмма выше, чем на других пасеках. Ну, тут вот такой вот опыт передали эти, так сказать, передовые работнички. Так, еще одна интересная информация. Просто дешево-надежно. Небольшая статейка. В июле 61-го года на пасеке идея работы был обнаружен европейский гнелец в запущенной форме. Больных семей было 17. На чью-либо помощь рассчитывать не приходилось. А сам я больных пчел не лечил и с медикаментами не знаком. К счастью, я прочитал в журнале статью «Лечение пчелиных семей от европейского гнельца». Это за номер 6, 1961 года пчеловодный журнал. И купил биоветин. Все больные семьи я опылил 4 раза с перерывами 6-7 дней. Доза препарата была 10 граммов на семью. Работали двоем. Один вынимал и держал рамки. Другой опыливал их из порожков вдувателя. Опыливали все рамки. Большинство семей во время опыления вели себя мирно. Никакого вреда пчелам и расплоду от биоветина не наблюдалось. Выздоровление стало заметно после второго опыления. Хотя в статье рекомендовалось трехкратное опыление, мы опылили в четвертый раз. Так, как сделать перегон семьи и смену маток не имели возможности. То есть на тех же самых сотах не перегоняли. Больные семьи выздоровели, но не собрали достаточных запасов корма. Весной 1962 года я обнаружил одну больную семью, но не из тех, которых лечил. Поэтому весной 1962 года мы опылили все семи пасеки с профилактической целью. Из расходов на каждую по 5 граммов биоветина. Все лето больных семей не было. Способ лечения биоветином в европейского гнильска дешев, прост и всем доступен. Итак, обратите внимание, можно использовать профилактическое, так сказать, лечение. И то есть заранее вы будете успех уметь, и оно даст вам положительный эффект. Весьма полезный совет. Итак, прочитаем несколько вопросов, которые поступили к нам. Точнее, к пчеловодам направили в редакцию. Каким путем распространяется заболевание европейского гнильца? Почему этой болезнью поражаются не все семьи? Ну вот, как раз к этой теме и вопрос. Ответ. Европейский гнильец вызывается о проникновении молодых личинок и массовое размножение трех видов микробов. Бактерия Плютон, Бацюлюс, Альвей и Стрептококкус, Апис. Они обычно обнаружатся в гнездах пчел как больных, так и здоровых семей. Но в здоровых семьях эти микробы встречаются в небольшом количестве, и тогда они причиняют существенного вреда. То есть, как уже перед этим прочитал, профилактическое делать, если надо. Во всех семьях есть это гнильец, и поэтому страдают все семьи от этой проблемы. Если вы будете проводить профилактические действия, то у вас будет все хорошо. Когда же микробы, вследствие сложившихся для них благоприятных условий, сильно размножаются, то они вызывают заболевания. Считают, что молочко, которым пчелы кормят своих личинок, обладает бактерицидным свойством, то есть препятствует развитию микроорганизмов, если личинки окажутся недостаточно устойчивы к микробам. В последствии, последние микробы начинают усиленно размножаться в конце личиночной стадии, когда прекращается кормление личинок молочком. В этой стадии развития личинки и гибнут. В первую очередь заболевают слабые семьи, пчелы развивались при недостатке или недоброкачественных кормах. А в старых гнездах, содержащих много микробов, следовательно, главное условие в борьбе с нельцом содержать на пасеке преимущественно сильные семьи, обладающие повышенной устойчивость к болезнетворным микробам, и регулярно удалять из уля соты с пораженным расплодом. Кроме того, надо и пользоваться специальными лечебными препаратами. Вот тут советуют пользоваться лечебными препаратами, так я уже говорил на эту тему, много выдавал видео. Читаем дальше. Вопрос. На пасеке вывелись хорошие роевые матки, но они понадобятся для формирования отводков только через две недели. Можно ли сохранить этих маток и как это сделать? Ответ. Пчеловоды иногда сохраняют маток в клеточках с несколькими молодыми пчелами. Клеточки снабжают медом, ставят вниз до безматочной или нормальной семьи. Матки в таких условиях живут несколько дней, точнее я скажу до семи дней. Две недели, ответ неверный, две недели они не выжжут, они помрут. Я проводил такие опыты. Они сказали, что несколько дней, обратите внимание. При этом замечено, что чем больше времени молодая матка находится в клеточке, тем труднее ее принимают пчелы. Именно поэтому рекомендуется подсаживать семи только что вышивших маток или, что еще лучше, давать зрелые маточники. Надо иметь в виду, что молодая матка продолжает развиваться и после выхода из маточника. Следовательно, ей крайне необходимо хорошее питание, соответствующее температуре и влажность воздуха и другие условия, которых она не может иметь, находясь в запертой клеточке. Важно не только сохранить маток, но и создать предпосылки для их последующей высокой яйценоскости. Поэтому не следует слишком долго держать молодых маток в клеточках. Лучше к нужному сроку вывести новых маток. Ответ не совсем точный и некорректный. Я вам скажу, что делать в таких случаях. Тут написано, роевые матки. Поэтому рой, когда выходит, он всегда оставляет остаток семьи и рой ушел. Семья делится пополам. Вот эти вот, так сказать, маточники, которые остаются, и у вас осталось еще много пчелы, которая не улетела. Она имеет свойство роевое тоже. Можно с роя взять часть пчел и поставить туда маточник и сделать нуклеусы. Вот. И они моментально принимаются и не слетают, как говорится. Можно взять часть пчел из той семьи, которая отпустила рой. Тоже туда сыпать этот нуклеус до 300 граммов и поставить туда маточник. Эта семья также имеет большое, хорошее количество пчел, которые не полетят. Потому что у роевой семьи другое направление, другое мышление. Это не просто семья, а это та семья, которая имеет свойство забывать свое старое место. Если роя вы поймали и посадили рядышком, он уже не полетит в гнездо. У него свойство заложено Богом, чтобы не возвращаться. Поэтому из роя можно сделать, я уже выставлял видео, и сохранять 5-10 маточников, сколько, каких хотите маточники. Хоть роевые сохраняете, хоть искусственно выведенные, хоть свящевые можете к рою подставить. И все, и он будет, маленькая жменька пчел никогда не слетит. Если же вы сделаете нуклеусы из нероевой семьи, как правило, эти пчелы слетают, у них нету того эффекта забывать свое гнездо. Они говорят, ну что вы, мы назад полетели. Вот такой ответ на этот вопрос. Можно ли избавиться от излишних трутней, не ожидая, когда их изгонят пчелы? Конечно, можно. Ответ. Надо стараться не допускать излишнего вывода трутней. Гнездовые соты не будут содержать трутневых ячейок, если семям давать для отстройки только доброкачественную искусственную овощину. Имеющиеся трутни можно изнять из семи, просеяв через разделительную решетку, ну тут говорят, которую прибивают ко дну пустого магазина. Можно не прибивать, а просто положить и сверху в магазин. Нет проблем. И так, и так, как хотите. В незде находят матку, временно покрывают ее колпачком, оставляют только центральные соты с расплодом, на которых трутней обычно не бывает. Затем в магазин ставят на улей, и в него стряхивают пчел со всех остальных рамок. Вскоре все пчелы пройдут на соты, а в магазине останутся одни трутни, которых уничтожают. Простейший метод, но лучше, конечно, не выращивать. Ну, если вам так хочется уничтожить трутни, вот, пожалуйста, такой рецепт. Вопрос. Чем можно заменить пергу ранней весной? Так как пчелы пошли в зиму совсем не имея перги в гнездах. Ну, сейчас практикуют то, что лучше, чтобы пчелы зимовали без перги. Они лучше перезимовывают. Но перезимовывают то лучше, но по весне им нужно иметь большой запас и чем-то дать. Ответ. Пчелы могут усваивать лишь небольшое количество веществ, содержащих белок и способных хотя бы частично заменить пыльцу. Лучшие результаты дают смесь, состоящая из поджаренной соевой муки и обножки, собранной с помощью пыльцевой ловителей. Соевой муки 80%, обножки 20%. Пчелы также усваивают белок коровьего молока. Поэтому при подкормке пчел весной с сахаром полезно 50% и более воды в сиропе заменить молоком. Можно подкармливать пчел пекарскими дрожжами, добавляя их после кипячения в количество 5% к сахарному сиропу. Все перечисленные вещества, хотя и усваиваются пчелами, но не могут полностью заменить пергу. Но все-таки помогают. Вопрос. Чем отличаются матки, выведенные при тихой смене от маток роевых или полученных искусственным путем? Ответ. Матки, выведенные при тихой смене, обычно бывают очень хорошими и не уступают роевым. Поэтому таких маток, выведенных в высокопродуктивных семьях, можно с успехом использовать для подсадки в семьи, отводки и нуклеусы. При искусственном выводе также можно получить высококачественных маток, не уступающих роевым, если выводить их в сильных продуктивных семьях при наличии взятка, тепла и других благоприятных условий. Ответ не совсем точный. Вопрос задан был так. Чем отличаются? Они не сказали, чем отличаются. Поэтому я говорю, матки тихой смены тоже бывают. Они тут хорошие, очень хорошие бывают. Но бывают они и плохими тоже. Поэтому-то знать, при каких условиях они происходят. Если матка генетически заболела, то они будут делать маточники тихой смены. И это яички также передаются, и матка также больная выводится, хоть она даже при тихой смене. Поэтому семья, где если хорошая, сильная семья и там тихая смена, эта матка очень хорошая. Что еще качество этой матки? Качество этой матки при тихой смене, они практически не идут на роение. Качество этой матки при тихой смене, большое количество пчел и малое количество маточников, которые создают очень благоприятные условия для выращивания этих маток. То есть она получает особую и особую информацию. Обычно уже проверено, что информация с кормом передается. Даже на генетическом уровне. Поэтому проводили такие опыты, когда подставляли расплод от кавказских семей, которые имеют более длинный хопоток, к среднерусским. И наоборот, то те семьи, допустим, кавказские, когда выращивали среднерусский расплод, личинки увеличивался хоботок. А те семьи, когда подставляли туда кавказских пчел, у личинки вырастали и у пчел уменьшался хоботок такой, как у среднерусских. Потому что выкармливали среднерусские этих личинок. Итак, обратите внимание, поэтому матки тихой смены это лучшие из лучших маток. Они не уступают роевым, как тут написано, по качеству. Но у них еще лучшее качество, что они на ранение не идут. А роевые имеют задатки в генетике, чтобы идти на ранение. И также при искусственном выводе матки на ранение не идут. Но при искусственном выводе, там, как говорится, маточники, которые выведены, они по одному расставляются в нуклеусы. И у пчел нет выбора. А при роении у пчелы выбирают лучшую из лучших. И при тихой смене тоже бывает до трех маточников. И тогда пчелы выбирают лучшую из лучших. Пчелы умеют выбирать. Поэтому вот такой недостаток при искусственном выводе, что если выводится искусственно, то желательно, если вы для себя, хотя бы три маточника ставьте. Из трех маточников выберут пчелы более лучшую. Далее читаем. Вопрос. Солесообразно ли в сахарный сироп, используемый для подкормки пчел, добавлять пенициллин и аскорбиновую кислоту? Ответ. Опыты, проводившие в последние годы, показали, что добавление 300 тысяч единиц пенициллина на 1 литр сахарного сиропа дает положительные результаты. Количество расплодов у подкормленных семей бывает на 8-12% больше, чем у семей, получавших сахарный сироп без пенициллина. По отношению добавки аскорбиновой кислоты, она не влияет на увеличение расплода. Итак, дальше. Следующий вопрос. Объясните, пожалуйста, как приготовить белковую подкормку с дрожжами? Ответ. Рекомендует приготовлять ее следующим образом. Тут виноградово. 3,5 стакана сахарного песка заливают двумя стаканами горячей воды и размешивают до полного растворения. Затем 50 граммов свежих пекарских дрожжей растирают в чайной чашке с одной ложкой сахарного песка до получения однородной жидкой машцы. И переливают в кастрюлю с сиропом, который потом кипятят. Полученная таким способом подкормка содержит около 5% по весу убитых дрожжей. Дрожжи должны быть убиты. Такой подкормки дают по 200 граммов на семью в день. Ну и еще один, так сказать, вопрос. Мне неоднократно приходилось успешно снимать раи с дерева в раевню. Ну вот однажды при первом же стряхивании пчел с ветки они очень быстро поднялись в воздух и полетели к лесу. Что заставило пчел так поспешно улететь? Рой на ветке дерева спокойно сидит до тех пор, пока не будет выбрано жилища. Такой ответ, в котором он направится. Разные группы пчел-разведчиц могут обнаружить разные жилища. И с помощью танцев на поверхности роя указывают направление к жилищу и расстояние до него. Чем лучше обнаружено жилище, тем активнее танцы пчел. И когда все пчелы-разведчицы станут сажать одинаковый танец, то рой взлетает и направляется к месту подысканного жилища. В случае, о котором вы пишете, сбор роя совпал с моментом, когда выбор жилища уже закончился и рой был готов к полету. Сотрясение ветки послужило точком взлету пчел. Хочу добавить еще к этому, что когда у вас вышел рой, желательно его собрать в течение трех часов. Вот. Потому что это такая, так сказать, минимальная... Чем раньше, тем лучше. Но в течение трех часов. Потому что за этот период пчелы обычно находят в округе какое-то жилище. Ну, бывает, что ничего не нашли. Может, рой висеть и сутки, и двое, и трое. И потом он уже никуда не полетит. Они уже закладывают там на этом сучке соты, соты, потому что они съели весь запас меда трехдневный. Вот. Поэтому рой старается как можно быстрее. Даже бывает еще до выхода роя пчелы уже находят какое-то гнездо. И рой, когда вышел, он всегда садится на дерево. Висит около получаса-час. Вот. В этот период вполне достаточно его заметить и снять. Удачи вам. До встречи. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Жду ваших комментариев. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok